Продолжение следует... Быстрый ответ на этот вопрос. Да! Слава Богу! Да, ответ на этот вопрос. Да. Но есть вещи, которые нам нужно понять, что любой христианин... Чтобы любой христианин мог исполнить это призвание. После воскресения нашего Господа Иисуса Христа и перед тем, как Он вернулся на небо, Христос, Он дал ученикам повеление, которое мы называем великим поручением. Он сказал, «Итак, идите, научите все народы, крестяя их по имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами всегда до скончания века». Ученики Иисуса Христа были с Иисусом в течение трех лет и слышали, как Он учил и проповедовал. Они видели, как Он творил чудеса. И иногда Иисус посылал их применять на практике то, что они видели и слышали. А затем возвращались, чтобы сообщить о том, что они сделали. В этих стихах Иисус повелел им идти и подготавливать учеников. Ученики – это тот, кто следует указаниям своего лидера и делает то, что Ему говорят. Итак, Иисус говорит своим ученикам проповедовать, учить, крестить, повиноваться, творить чудеса и все, что Он сделал. И затем пусть их ученики выходят и делают то же самое. И это сделают их учениками. Друзья, из Писания мы понимаем, Бог призывает всех. Поэтому, когда Иисус дал повеление, Он ожидал, что каждый, кто услышит послание Его учеников, тоже станет учеником. А затем, в свою очередь, подготовит учеников, которые тоже подготовят других учеников и так далее. И это то, к чему Бог призывает нас служить в этом мире. Да, Иисус призывает всех быть учениками. Но это не обязательно означает, что люди будут выполнять работу церковных служителей, пасторов или зарубежных миссионеров, или христианских работников, занятых в полный рабочий день. Люди, которые берут на себя эти роли, почти всегда говорят, что у них есть дополнительный призыв от Бога через Святого Духа Его. В деяниях апостолов Павел служил Богу как апостол. Он много путешествовал, проповедовал и обучая. И в результате многие люди стали христианами и учениками. Затем, он помогал обучать их на более глубоком уровне, чтобы они становились более сильными христианами. В деяниях апостолов мы читаем, что Павел был изготовителем палаток по профессии. И что иногда он работал изготовляемой палатки, чтобы прокормить себя. И не быть обузой для некоторых людей, которых он привел ко Христу. Иногда христиане делают это и сегодня. Мы знаем и называем их иногда палаточниками. Они работают, чтобы обеспечить себя, свои семьи. Но также продолжают подготавливать учеников. Это особенно происходит в странах, где полновременные пастора и миссионеры не допускаются. Они не могут позволить себе быть на чем-то обеспечении. Но в то же время они чувствуют, что Бог призвал их. У каждого христианина есть роль в Божьей Церкви. Бог дал каждому из своего народа дары, чтобы мы могли ободрять и служить его народу. И довольно длинный список можно найти в первом послании к Римхену, в 12 главе. Вся глава говорит об этом. Но я хотел бы подчеркнуть 4 и 11 стих. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, призывающих всех во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому знание, тем же Духом. Иному веру, тем же Духом. Иному дару исцеления, тем же Духом. Иному чудотворению, иному пророчеству, иному различных развлечений духов, иному разные языки, иному истолкованию языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Богу нашему великому угодно. Посредством апостола Павла Дух Святой, наш Бог, Господь Иисус Христос говорит. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов один, одно и то же тело. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а поросль один для другого члена. Итак, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество. По мере веры. Имеешь ли служение? Пребывая в служении. Учитель? В учении. Увещатель? Увещевая. Раздаватель? Раздавай по простоте. Начальник ли? Начальство с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Слава Богу нашему великому. Таким образом, в дополнение к тому, чтобы делать учеников, мы, вероятно, найдем какую-то роль в нашей поместной церкви. Чтобы служить церкви, используя наши духовные дары, которые Господь нам дал. Какой же вывод мы можем сделать из всего сказанного? Великое поручение. Великое поручение было повелением Иисуса Христа. Поэтому у нас нет выбора, служить ли Господу, протягивая руку помощи и подготавливая учеников. Или нет? Это должен делать каждый христианин, если он является истинным учеником. Он или она? Не каждый будет делать это полный рабочий день. Наша обязанность спросить Бога, показать нам, как Он хочет, чтобы мы служили Ему, а не того, хочет ли Он, чтобы мы служили Ему. Я снова хочу задать этот вопрос. Призывает ли Бог каждого христианина служить в Его Церкви? В Его Церкви? В Его Церкви? Да. Он говорит, Дианин, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Да, Он говорит, в Иерусалиме, в Кишиневе, Он говорит, во всей Иудее и Самарии, Он говорит, во всей Молдове, и даже до края земли. И до края земли сегодня мы можем идти в соседнюю Украину, в которой Бог наш Великий приготовил столько много сердец сегодня, услышать слово Божье о спасении. Ибо так повелел нам Господь, говоря, я сделал тебя светом для язычников, чтобы ты принес спасение до концов земли. Спасение. Друзья, давайте встанем и помолимся Богу нашему Великому. Спасибо Тебе, Господи, за великое поручение. Ты призываешь каждого из нас. Помоги нам следовать Твоему призванию. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. 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 Аминь.